Привет всем, мои дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Ниром. Сейчас мы поговорим о материнской плате от компании Asus. Это Asus X570-P. Сегодня мы поговорим об этой материнской плате, стоит ее покупать, не стоит, хорошая она или нет. Приступаем к обзору. Дорогие мои подписчики, перед началом просмотра я вас хочу немножко отвлечь. Скоро у меня на канале будет благотворительная сборка для моего подписчика. Я помогу мальчику с Крымом. В общем, я буду делать благотворительную сборку на базе вот такого серверного процессора. Это 2689, который я урвал буквально за 3000 рублей с копейками. Сейчас данный процессор подорожал и стоит куда дороже, чем стоил тогда. И в этой сборке у нас будет использоваться вот такая карточка за 6000 рублей. Это тоже как бы бу-карта 480 на 4 гигабайта DDR5. То есть это будет вот такая недорогая сборка за 20000 рублей, которая будет тянуть по сути все современные игры на высоких либо на средних настройках. В общем, скоро ждите. Кстати, ребята, если вы хотите сейчас сэкономить и тоже собрать какую-нибудь такую бюджетную сборку на таком процессоре, на такой видеокарте, то знаете, скоро сейчас на Алиэкспресс будет распродажа, осталось буквально пару дней. И если вы хотите умно использовать ваши средства, то предлагаю вам зарегистрироваться в сервисе Letyshops. Letyshops – это сервис кэшбэков, который позволит вам сэкономить ваши деньги. В общем, вы там регистрируетесь, скачиваете их расширение, которое поможет вам просматривать рейтинг продавцов, динамику цен. Хочу напомнить, что это сервис кэшбэков, а значит, вы сможете сэкономить ваши деньги. Часть денег вам вернется в виде кэшбэков. Кэшбэки – это, по сути, не какие-то виртуальные бонусы, а это реальные деньги, которые вы сможете потом вывести на вашу банковскую карточку, электронный счет или еще на что-то. В общем, если вы хотите сэкономить, то регистрируйтесь в Letyshops, скачивайте это расширение и экономьте. А мы приступаем к ролику. Дорогие мои подписчики, данную материнскую плату мне на обзор никто не присылал, то есть обзор мне компания Asus не проплачивала. Эту материнскую плату я взял специально для сборки по рубрикам «Бесплатная сборка», то есть для сборки для подписчика. Ребят, что хочу сказать по данной материнской плате. Она среднебюджетная и, в принципе, я бы не могу ее назвать какой-то супер хорошей или супер плохой. Она такая средненькая. Если, к примеру, вы будете собирать какую-нибудь бюджетную сборку на 2.600, 3.600, я не знаю, на 3.700, наверное, рационально взять какую-нибудь более дешевую материнскую плату, типа старый Crosshair 6, которая сейчас недавно по акции продавалась на компьютерную за 7000 рублей, либо из чего-то более нового, к примеру, на B450 чипсете, но с нормальным VRM. К примеру, Tomahawk A-Pro, который сделан по схеме питания также, как Tomahawk, либо какая-нибудь другая материнская плата с более-менее нормальным VRM. Эта материнская плата, скажем так, в России стоит прилично больше, чем в Германии. И, наверное, тут ее пока брать не особо рационально. Что хочу о ней сказать? Она достаточно холодная. Я ее тестировал, и при тестировании температуры ни разу не превышали норму. Я эту материнскую плату тестировал в тяжелых стресс-тестах типа Lynx, УКТ и так далее. Сразу говорю, что процессор тестировал в двух режимах. Один – это в стоке, а второй режим – это когда уже настройки были, скажем так, все исковеркнутые в ручном режиме, напряжение в ручном режиме. И даже при таких настройках VRM на материнской плате не перегревался. Ладно, не буду вас грузить, давайте приступим к обзору технической части. Данная материнская плата имеет форм-фактор ATX. Питание тут осуществляется двумя проводами. Один на 8 пин, другой на 4 пина. VRM тут довольно-таки интересный. По факту у нас тут реальная схема питания – это 4 плюс 2. То есть у нас всего лишь тут реальных 6 фаз. Линии питания 12. Все это реализовано за счет контроллера ISP1106GGQV. В общем, ребята, данный шим-контроллер шестиканальный. То есть что-то более крутое, чем 4 плюс 2, этот контроллер подтянуть не может. Но как же тут реализовано такое количество линий питания? Сейчас объясню. Дело в том, что удвоителей тут никаких нет. Просто фазы питания, которые идут на питание процессора, они утроены. Что по поводу MOSFET. В общем, в верхнем и нижнем плече тут у нас стоит ISIKE 639 на 50 А. Как я уже ранее сказал, удвоителей тут нет. Данная материнская плата имеет двухканальный режим. Она поддерживает суммарно до 128 ГБ оперативной памяти. То есть 4 планки по 32 ГБ. Если вы хотите тут оперативную память прилично разогнать, иметь на ней нормальные частоты, то берите, допустим, 2 планки по 8, либо 4 по 8, либо 2 по 16. Но лучше 2 по 8, либо 2 по 16. Самый оптимальный вариант. Чтобы добиться более-менее нормальных частот оперативной памяти свыше 3466, 3533, 3600 и т.д. Если вы возьмете, скажем так, 4 планки по 16 или еще какой-то более большой номинал. Скорее всего, разогнать оперативную память до таких частот больших у вас не получится. Данная материнская плата у нас имеет слоты PC-Express 4.0, 1x16, 1x8, 1x4 и 3x1. По сути, данная материнская плата может спокойно покупаться для того, чтобы на ней что-то майнить. Хотя покупать столь дорогую материнскую плату для майнинга крайне нерационально, я бы так сказал. Аудиоконтроллер у нас тут от Realtek S1220A. Данный аудиоконтроллер поддерживает 7.1. По поводу разъемов на задней панели. Мы имеем 1 PS2, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.2 Gen1 Type-A, 3 USB 3.2 Gen2 Type-1 и 1 USB 3.2 Gen2 Type-C. Ну и помимо этого аудиоразъемы. В общем, ребят, теперь давайте подведем итоги. Стоит ли покупать эту материнскую плату или нет? Назвать ее какой-то плохой, у меня язык не повернется. То есть, материнская плата довольно приличная. Но вообще, если поискать, полазить, то за эти деньги, наверное, можно спокойно найти более интересные варианты по соотношению цена-качество. В общем, в любом случае, материнская плата неплохая. VRM на ней очень холодный. То есть, эта материнская плата спокойно, я думаю, вытянет процессоры вплоть до 3900. 3950 я бы, наверное, сюда же не вставлял бы от греха подальше. Потому что все же реальных фаз питания у нас немного. И как нагрузка будет распределяться в этой материнской плате непонятно. Поэтому я бы так делать не стал. Материнскую плату я только к покупке рекомендую. Если она вас заинтересовала, эта плата, можете смело брать. В общем, она неплохая. В общем, ладно, ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте вот такие большие лайки. Можете подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также, ребят, не забывайте, что я помогаю своим подписчикам. Если вам нужна какая-то помощь, смело обращайтесь в мою группу ВКонтакте. Также не забывайте, что у меня есть такие рубрики, как рубрика «ПК в дар», рубрика «Бесплатная сборка» и так далее. В общем, если вам нужна какая-то помощь, смело обращайтесь. Ну что там, ребят, если хотите помочь моему каналу в развитии, то можете сделать куда-нибудь репост в Facebook, в Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Когда вы делаете репосты, пишите комментарии, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну что там, ребят, пойду я, в общем. До новых встреч, пока всем не пропадайте, заходите снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok